Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями. Причем эти торговые идеи мы пустим на ежедневных основе, включая и выходные дни, то есть идеи, касающиеся рынка криптовалют. Сегодня на повестке экономического календаря практически нету событий, на которые стоит обратить внимание, ну разве что выступление члена управляющего совета Федеральной зерной системы Williams. Оно состоится в 15.45 по GMT. Я не думаю, что сейчас нам необходимо какое-то дополнительное уточнение относительно будущих действий Федрезерва, потому что все и так предельно ясно и понятно, как и что будет происходить дальше. И мы об этом выводы делали на основании того заседания американского регулятора, которое состоялось на прошлой неделе. Вчера, кстати, на вебинаре детально остановились на этой теме, перспективы доллара в свете прошедшего заседания и именно вот этой дорожной карты тех изменений потенциальных процентной ставки, которые могут произойти. Если кому-то прям совсем интересна эта тема, можете на нашем YouTube-канале найти как раз вчерашний ролик, который посвящен непосредственно данной тематике. Индекс американской валюты торгуется на отметке 102 пункта. Я настроен, друзья, по-прежнему. Исключительно по медвежью считаю, что американская валюта сохранит потенциал для дальнейшего снижения и при появлении новых фундаментальных катализаторов и триггеров сможет выйти на новые локальные минимумы. Да, если как бы крупными мазками вспомнить те решения, которые принимались на заседании Федрезерва, все будет зависеть от макроэкономических данных, что ставка легко может снова вернуться к траектории роста, несмотря на выжидательную позицию в июне. И рост процентной ставки последует, если инфляция снова перейдет к росту. Инфляция потребительских цен, напомню, в прошлом месяце снизилась с 4,9% до 4%. И несмотря на ощутимый прогресс, прям очевидный прогресс снижения инфляционного давления, инфляция все равно еще в два раза превышает целевой ориентир. И дальше, конечно же, идти к цели будет трудно и сложно. Но я считаю, что сейчас американскому регулятору стоит быть предельно осмотрительным в дальнейших решениях и лучше десять раз обдумывать те решения, которые будут приниматься впоследствии. Нужно корректировать политику в соответствии с фундаментальным фоном и текущими экономическими реалиями. Отсюда делаем вывод, что для нас сейчас каждый отчет, макроэкономический релиз, который будет характерен для американской экономики, будет публиковаться в США, должен иметь очень большое значение. Сегодня выйдет несколько релизов по рынку недвижимости в США. Это именно разрешение на строительство, объем строительства новых домов. Будет интересно посмотреть, каким образом текущая процентная ставка продолжает влиять на потребительские предпочтения касательно ипотечных кредитов, что в конечном счете вливается спросом на объекты недвижимости. Я считаю, что эта статистика вряд ли станет источником повышенной волатильности, но уже ранее отмечал, что для нас каждый отчет это возможность просто сложить более такую качественную картинку с максимальным разрешением того, что происходит в США. Важнее это уже дождаться релиза по первичным заявкам на пособие по безработице, чтобы понять, действительно ли так плохо обстоят дела с американским рынком труда. Этот отчет выйдет в четверг. И ждем, конечно же, выступления Паула в Конгрессе, двухдневное выступление с полугодовым докладом о результатах проделанной работы за последних шесть месяцев, ну и, конечно же, с оценкой будущих действий на перспективу. Если Паул все-таки основа вернется к заявлениям относительно уместности сохранения выжидательной позиции для того, чтобы оценить эффект от ранее принятых решений, то, может быть, в этом можно будет найти дополнительные аргументы в пользу того, что риторика Федрезерва постепенно становится более мягкой. На этом я надеюсь отстроить дальнейшую идею на продажу индекса доллара и увидеть, наверное, так же, как и полагают многие продавцы в отношении американского доллара, индекс американской валюты уже ниже 101 на пункт. Напомню, что сейчас по индексу доллара 102 пункта ровно. Золото 1950 долларов за тройскую функцию пока что ничего не меняется. Три недели подряд уже золото консолидируется в довольно узком диапазоне. Видимо, нужен какой-то дополнительный, более стоящий, более серьезный аргумент. Я сторонник того, что золото еще не добило своих локальных максимумов, и при реализации идеи дальнейшего снижения курса американского доллара, что неразрывно будет связано с снижением доходности американских трежерис. Золото может легко выйти как раз на прежний максимум, к которому некоторое время назад мы практически привыкли. Это в районе 2000 долларов за тройскую функцию. Европейская валюта против доллара 1.09.19. Цель 1.10 остается прежней. Ранее мы уже поблагодарили Европейский центральный банк, который повысил процентную ставку и пообещал, что на этом не остановится. То есть на пресс-конференции глава ИЦБ Кристин Лагард дала понять, что ставка будет снова повышена в июле. Вчера главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн немного уточнил, отметив, что ставка обязательно будет повышена и в июле, и в сентябре. Потому что при текущей ситуации с инфляцией, индекс потребительских цен в еврозоне ставится на отметке 6,1%, Европейскому центральному банку нужно более агрессивно подходить к проводимой денежно-кредитной политике. Но справедливости ради здесь стоит заметить то, что ставка Европейского центрального банка находится в районе 4%. Если сопоставлять ее с ставкой других развитых стран, то можем увидеть, что у Европейского центрального банка есть еще пространство для маневра. Соответственно, ставку действительно можно тащить выше. На этом мы будем отстраивать идею потенциала роста евро против основных конкурентов. И, на мой взгляд, цель 1.10 – это прям уже краткосрочный ориентир, который неизбежно будет протестирован. Британская валюта 1.27.90. Ждем завтра отчет по инфляции в Англии, который будет иметь очень важное значение, потому что он фактически выйдет за день до заседания Банка Англии. Напомню, что в отношении ожиданий действия британского регулятора ничего не меняется. Консенсус прогноз предполагает повышение ставки на 25 байсных пунктов. Я по-прежнему считаю, что ставка может вырасти значительнее. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что в этом году ставка Банка Англии может достичь 6%. И если это произойдет, то, конечно же, сравнивая уже со ставкой других центральных банков, здесь британский регулятор будет впереди планеты всей. И на этом фоне могут быть созданы условия для роста британской валюты не до каких-то запредельных уровней. Они нам не нужны. Я не разделяю, например, прогноз САКС о том, что британская валюта может снова восстановиться до уровня 1.4 и выше. Но цель 1.30 – это вполне реалистичная цель. Для нее с текущих уровней остается 210 пунктов. И настраиваясь на гиперволатильность британской валюты, учитывая крайне насыщенный экономический календарь этой недели. Я допускаю, что это движение может быть показано фунтом уже до конца этой недели. По доллару и иене, друзья, позже будет конкретная рекомендация. С моей стороны, я рекомендую начать присматриваться к этому дуэту активов, потому что очень высоко забралась валютная пара. И несмотря на то, что Банк Японии по-прежнему отказывается от ужесточения монетарной политики, есть риск валютных интервенций. Вот именно такие действия со стороны регулятора мы с вами и попробуем поймать. Рынок нефти без изменений 76 долларов за баррель. Пока что установка на дальнейшее восходящее движение и цель 80 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!